А 1 июня в детских оздоровительных лагерях республики начнется первая смена. Школьники уже ждут, не дождутся этого момента. А взрослые, вожатые и другие сотрудники лагерей готовятся сделать этот отдых полезным и безопасным. В Чебоксарах представители детских загородных организаций собрались за круглым столом вместе с сотрудниками правоохранительных органов, чтобы обсудить вопросы безопасности. За безопасность детей в лагере прежде всего отвечают вожатые. Перед работой они проходят специальную подготовку. Но даже при самой тщательной подготовке в лагере могут произойти непредвиденные ситуации. Поэтому к началу лагерной смены готовятся и правоохранительные органы. Все загородные оздоровительные лагеря у нас оборудованы системами видеонаблюдения и заключили договоры с частными охранными предприятиями. То есть работа по обеспечению безопасности отдыха детей проведена огромная. Детские лагеря, прежде чем открыться, проходят множество проверок. Особое внимание не только к вожатым, но и ко всем сотрудникам. Так у всех работников лагеря должны быть справки из информцентра об отсутствии судимости. Вы должны быть уверены, скажем, своими сотрудниками, которые работают уже с детьми. То есть лично, просьба лично смотреть и убедитесь, что действительно у всех ваших сотрудников документы в полном порядке. Свои требования к загородным лагерям и у Роспотребнадзора. На территории отдыха детей не должно быть бродячих кошек и собак. При их наличии руководство оштрафуют. Можно завести кошку, но после того, как она пройдет ветеринарное обслуживание. Имея все документы, подтверждающие, что кошка не больная, привитая, так же, как и собака. Все прививки сделали, пожарный скобок размещается. Оборудуйте домик специально, чтобы она не гуляла по территории. За круглым столом обсудили и вопросы пожарной безопасности. Этому сейчас уделяется особое внимание по всей России. Поверим в себя.